С войны возвращались бойцы в холодных товарных вагонах. На станциях ждали отцы, их матери, дети и жены. Не все возвратились домой, а многих лишь память осталась. И часто так слышалось, мой не вернулся с войны, не дождалась. Здесь было много объятий и слез, при этом счастливом свидании, но порою ответ на вопрос вызывал глухие рыдания. Там чья-то стояла мать в упавшем на шее платочке, и в лицах знакомых она пыталась узнать сыночка. Ей кто-то на стул указал, на нем в одеяло закутан, сидел, несмотря и в глаза, очень близкий, знакомый кто-то. Неужели меня не узнал? Я мама твоя, посмотри же, я слеп. Он тихонько сказал, подойди ко мне, мама, ближе. Встань, сынок, обними же, мать, о, как долго тебя ждала я. Я без ног не могу стоять, а без рук разве обнимают? О, мой сын, как ты пострадал! Ты, видать, не на счастье создан. Руки, ноги, глаза потерял. Я их не потерял, а отдал. Здесь в понятиях разница есть. Потерять можно все напрасно, А в отдаче есть доблесть и честь. И жертва отдачи прекрасна. Так жизнь свою отдал Христос, На служение пожертвовал людям. И стоит перед нами вопрос, Что с собою мы делать будем? Отдадим свою жизнь Христу, На служение пожертвуем людям, И в отдаче явим красоту, А не жалкой потери утрату. Не напрасно прожитая жизнь, Не напрасно распятое тело, Но сердца, устремленные ввысь, Совершившие Божье дело. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...